Всем привет! Недавно я подумала, что почему-то во всех своих видео я всегда с распущенными волосами и почему бы не сделать какую-нибудь прическу и не поделиться ею с вами? Возможно, вам понравится. Сегодня я хочу показать вам, как сделать вот такую вот прическу. С этой стороны косичка, здесь косичка, здесь косичка. Эта прическа хорошо подойдет как для работы, учебы, так и для каких-нибудь вечерних мероприятий, каких-нибудь торжественных мероприятий. Все зависит от вас, от вашей фантазии. Ее можно украсить и сделать прическу такой более нежной и женственной. И если вам интересно, как сделать эту прическу, то оставайтесь со мной. Для того, чтобы заплести нам эту косичку, нам, в принципе, понадобятся какие-нибудь маленькие резиночки, украшения, какие-нибудь бантики для волос и все, собственно говоря, возможно, невидимки. Волосы свои я уже расчесала, и так, приступим. Нужно разделить волосы на, как бы, пробором, но пробор должен быть именно сбоку, или с одной стороны, или с другой, как вам больше нравится, но не посередине, так как косичка, она у нас будет идти с одной стороны к другой стороне. Итак, я начинаю челки заплетать. Беру челку, разделю ее на три части и начинаю заплетать обычную косичку, захватывая пряди снизу и сверху. Я начинаю опускать косичку к уху. Заправляю ее за ухо. Продолжаю захватывать пряди сверху и снизу. После того, как вы довели косичку до низу и заправили ее, как бы, за ухо, можно поменять руки. Даже нужно поменять руки, потому что сейчас мы будем заплетать ее вот сюда, с этой стороны. Поэтому мы переворачиваем косичку и очень аккуратно передаем ее другой руке, при этом не перепутав пряди, то есть оставив их в таком же состоянии, в каком они были раньше. Далее мы продолжаем заплетать нашу косичку, захватывая пряди, опять-таки, сверху и снизу. Продолжаем ее заплетать по низу нашей головы и доводим ее до другого уха. При этом мы оставляем переднюю часть волос с другой стороны. После того, как мы доплели косичку, мы опять-таки поменяем руки, то есть у нас получается внутри вот такая вот косичка, которая идет с этой стороны, и свободная прядка волос. Далее мы соединяем все наши волосы, делаем это очень аккуратно, чтобы косичка наша не расплелась, потому что мы сейчас ее никак не закрепляем. Мы соединяем все наши волосы и продолжаем заплетать одну уже общую косичку. Также, по вашему усмотрению, это может быть колосок или обычная косичка. Я заплетаю в своем случае косичку обычную. Также вот эти волосы, которые стоят здесь, вы можете заправить или за ухо, открыть ухо, как вам больше нравится, или закрыть ухо, тоже по вашему усмотрению. Продолжаем заплетать нашу косичку до конца. После того, как мы доплели нашу косичку до конца, мы расправляем немножко наши прядочки, делая косичку более пышной, воздушной, красивой, объемной. После того, как мы расправили нашу косичку, мы берем маленькую силиконовую резиночку и завязываем нашу, закрепляем нашу косичку. Далее можно подправить опять, как вам больше нравится, немножко косичку. Вот такая вот она объемненькая, красивая у нас получилась. Далее идут в ход всякие украшения, бантики, розочки, какие-нибудь цветочки, все, что вам нравится, и вот этот бантик я закрепляю на сторону, где у меня одна косичка переходит в другую косичку. То есть примерно где-то вот в этом месте. Также в этот момент вы можете заколоть волосы, которые не хотите, чтобы они у вас лежали на ухе, заправить их назад и закрепить бантиком, либо оставить так, свободно, и просто повесить бантик в середину. Чтобы вот этот переход немножко закрыть и придать более какой-то, не знаю, красоты. Печеска очень такая свободная, и так как мы вот эту косичку не закрепляли, поэтому косичка у меня немножко расплелась и получилась такая свободная, немножко растрепленная, можно так сказать. И если вам так не нравится, то тогда плетите эту косичку намного туже и закрепляйте ее резиночкой, после чего заплетайте общую косичку. Либо же можно воспользоваться невидимками и заколоть какие-то некрасивые места, как вам нравится, и побольше сделать более аккуратной. Но мне нравится такой растрепанный вариант, поэтому уже решайте сами. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, оно было полезным. Если вы хотите, чтобы я снимала подобные видео, то пишите об этом в комментариях. Увидимся очень-очень скоро. До новых встреч. Пока-пока!